16+. Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. А жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Все больше задач, все больше забот. С любыми задачами сможем мы справиться. Ведь есть наш завод. Кирпичный завод. Кировский кирпичный завод. Стройте свою жизнь. С нами Луганская, 59. Телефон 761-500. О, Таговый дом, Кировский кирпичный завод. Киров, улица Луганская, 59. Уграян, 114-43-450-17-541. «Особое мнение» на 101-FM. Добрый день. Все верно. Это программа «Особое мнение». У микрофона Владимир Сметанин. Напротив меня Анатолий Чурин, депутат УЗС, руководитель областной системы образования с 1988 по 2015 годы, заслуженный учитель России. Анатолий Михайлович, здравствуйте. Добрый день. С приближающимся первым сентября. Спасибо. Мы в основном к этому приурочили нашу встречу. Вы, уважаемые слушатели, можете уже участвовать в нашем разговоре. Специальная форма на сайте echokirova.ru. Заходите, задавайте вопрос гостю особого мнения. Ну и кроме того, впоследствии вы можете не только слышать, слушать, видеть, но и читать. Особое мнение расшифровка доступна на сайте echokirova.ru. Вы знаете, Анатолий Михайлович, у молодого известного кировского историка Антона Касанова есть очень интересный проект. Он для прогорода делает подборку самых заметных новостей, которые выходили ровно 20 лет назад. Сейчас, получается, в 1998 году. Вот смотрите, из очередной подборки что можно узнать. К примеру, 26 августа 1998 года в нашем городе прошла городская профсоюзная конференция учителей. Вы работали тогда активно, да? Увы, но перед началом учебного года разговоры на ней шли в основном о хроническом безденежье, о затерявшихся детских пособиях, о книгоиздательских компенсациях, о невнимании правительства к проблемам народного образования обсуждался. Долг по зарплате перед педагогами 73 миллиона рублей. На 1 сентября 12 школ... Были не готовы? Нет, не были не готовы. Они собирались бастовать, игнорировать начало нового учебного года. В том числе, два детских садика хотели присоединиться к этой акции. Озвучивалась проблема нехватки педагогов в кировских школах. Вот для примера, тут 27 учителей иностранных языков не хватает, 13 физруков, 11 трудовиков. Когда было сложнее, на ваш взгляд, 20 лет назад с теми образования? Или сейчас? Если вспоминать, то в 1996 году впервые в Кировской области не выдали заработную плату учителям перед началом учебного года. Вот тогда это было очень сложно. А вообще-то мы рассчитались по долгам с учителями, по заработной плате только в 2004 году. То есть получается, вот 8 лет учительский коллектив лихорадил, а поскольку зарплату выдавали нестабильно, и долг по некоторым районам достигал 4-х, а иногда даже до 6-ти месяцев. И дело доходило, конечно, до такого курьезного. Я вот никак не могу забыть пример, который мне рассказывали по Орловскому району. Администрация района с учителями рассчиталась... Продукцией какой-то? Навозом. Навозом? Да. Машины навоза привезли, вывалили, и, пожалуйста, вот часть зарплаты тебе уже, как говорится, доставлено. Ну, перусадебные участки они спасали в то время. Ну, понятно, то есть это надо как бы, да, но ведь вот на эти вещи ничего не сделаешь. А приезжая к учителям, всегда понимаешь, что учителям надо собрать детей в школу, надо, так сказать, помочь тем, кто учится в вузах и так далее. И это так просто не достанешь, за это нужно платить. Поэтому, конечно, если сравнивать сегодняшний день и тот вот период, который 20 лет назад, там было все сложнее, конечно, на самом деле сложнее. Но я вот, пользуясь случаем, конечно, хотел бы поздравить тех учителей, которые, может быть, слушают, и тех, кто работал в тот период, они, конечно, во всех отношениях молодцы, поскольку именно на их плечи легла вся тяга того периода. И они не просто не растерялись, они сумели сохранить школу, они дали хорошее образование своим детям. Так что это героические люди, которых мы, к сожалению, пока мало чем можем порадовать. Но ведь это вообще известно, да, эта ситуация, в том числе с невыплатной заработной платой. Многих педагогов подкосило, многие как раз в то время завязали, да? Да. Завязали уж, извините, используя такой термин. Многие ушли. С преподаванием. И ведь я не скрою, так сказать, это не тайна какая-то. На рынке было очень много учителей в тот период, они ушли торговали. На рынке в прямом и в переносном смысле, да? Да, в прямом и переносном смысле. На рынке-то, да, да. Так что вот этот период был такой действительно непростой. А что скажете вот сейчас родителям, ученикам, которые готовятся к первому сентября? Вот по моим ощущениям это очень непростое, нервозное дело собрать сейчас ребенка в школу в первый раз. Просто вот мы общаемся тоже с друзьями, с коллегами. Один называет, там, одну сумму столько-то надо вот разово потратить, да, на форму, на обмундирование и так далее. И вот какое-то ощущение неизвестности, тревоги, что же будет дальше происходить. И мы знаем, что каждый год в системе образования какие-то новшества внедряются. И вот люди очень с большой тревогой все это воспринимают. Посоветуйте, как профессионал, как человек, отдавший много десятков лет этой деятельности. Мы начинали недавно в семье, мы сидели, как в наше время мы готовились в школе. Знаете, было все очень достаточно просто, в каком отношении просто. Мы приходили в магазин, покупали учебники, причем по копеечным ценам, никаких проблем здесь не было. Учебники новенькие, каждый раз, так сказать, без всяких трудностей. Покупали школьную форму, которая была доступна всем, и государство, так сказать, все эти, субсидировало товары детские. Поэтому собрать ребенка в то время в школу было не таким уж сложным делом. И проблем, собственно говоря, я не думаю, что возникало у очень многих семей. Сегодня, конечно, стало очень сложно. Сегодня стало сложно, потому что государство ушло от субсидирования детских товаров. А товары детские сегодня дороже, чем для взрослых. И поэтому купить ребенку простую, даже школьную какую-то форму, купить одежду, обувь, это достаточно сложно. А еще, так сказать, нужно купить ранец, купить письменные принадлежности и так далее, и так далее. Конечно, учебниками сегодня государство обязано снабжать, но, к сожалению, тоже ведь не все так просто. Вот я прочитал, что тут правительство выделило 30 миллионов рублей. Но это... На закупку учебников? Да, на закупку учебников. Поверьте, что это очень мало. И явно, что, хотя и отчитались, что все учебники и во всех школах будут бесплатными и полностью в полном, но это очень, так сказать, мне кажется, такая поверхностный взгляд. С другой стороны, вот это, скажу, вольница по отношению к учебникам, когда на один и тот же предмет выпускается масса учебников, несколько линий, причем они достаточно сырые, эти учебники. И, конечно же, это все очень непросто. Поэтому, вот, на мой взгляд, надо бы в первую очередь что сделать, это то, чтобы как-то упорядочить эту систему с учебниками. Чтобы учебники, во-первых, были очень высокого качества, во-вторых, не надо так много, нужно разумно подходить. Зачем до десятка разных вариантов? Нужно иметь два, ну, может быть, три варианта для разных регионов. А кто выбирает, на ваш взгляд? Кто должен выбирать? Ну, по закону сегодня выбирает школа. Школа, учитель, педагог, предметник. Ну, учитель, вот, мы когда занимались этим вопросом, кто выбирает? Школа ли учитель? Не учитель, а школа именно. А как? Как понять? Если учитель выбирает, то получается такая картинка. Я столкнулся с такой картинкой вот в Мурашинском районе. Приезжаю, уже начался учебный год. Это давно было? Это порядочно было, так сказать, где-то в начале 2000-х. Приезжаю, стоит в библиотеке целых несколько полок с новыми учебниками. Зная о том, как достаются эти учебники, не хватает денег, спрашиваю, почему учебники стоят? Да потому что учитель... Слушайте, откуда вы спросили? Да, нет, ну, откуда, понятно, они взяли. Но почему не стоят сегодня, не розданы? Объясняет так директор, что учительница, которая работала на этих классах, она заказала учебники, а сейчас она уволилась. Другой учитель пришел, он работает подругой. А то есть она заказывала под себя литературу? Да, то есть вот поэтому опасно под себя заказывать. Она должна, и любой учитель должен сказать под школу. Школа берет определенную линию учебников и работает с этой линией. А нельзя так, что вот учитель захотел, взял и заказал себе учебники. Это опасно. Поэтому вот не надо пускать таких вещей. И поэтому вот эта ситуация с учебниками, она, конечно, напрягает, соответственно, и родителей. Но я бы думал, что в преддверии учебного года, наверное, надо сказать и о том, что, конечно, очень многое будет зависеть от того, как родители будут работать в школе, и как школа будет работать с родителями. Что вы имеете в виду? Ну, то есть нельзя сегодня только надеяться на то, что школа все сделает без родителей, как и родители без школы. Поэтому я всегда говорил и считаю, что это было бы правильно. Школа должна всегда искать в родителях своих союзников, ближайших союзников, всячески помогать родителям, не просто отталкивать. К сожалению, сегодня все как-то стало не на свои места. Сегодня родители, приходя в школу, должны пройти унизительную процедуру, пройти через эти все ограждения. И зачастую даже и попасть-то трудно бывает к директору или к учителю. Раньше ведь было, вы знаете, как мы учились с вами, никаких проблем не было. Приходя в школу, доступность тебе была обеспечена в любую точку. А сегодня этого нельзя. Поэтому надо как-то подумать, не отталкивать родителей. Другой родитель, может, в следующий раз уже и не придет в школу, потому что зачем ходить, когда тебя охранник не пускает. Так что в этой ситуации очень важно, так сказать. Хотя, правда, есть новые сейчас форумы, там электронные дневники, электронные журналы, электронные всякие. Учебники электронные. Учебники. Ну, мы работали с электронными учебниками, кстати. Когда это начиналось, с Кировской области, от первого опыта? Где-то примерно между седьмым, там, десятым годом, вот так. 2007-2010. И эти электронные учебники, так сказать, специально закупали. И у нас занимался очень активно экономикоправовольцей. В принципе, вещь нужная, но она не заменяет учебника бумажного. Учебник бумажный должен быть на каждом столе обязательно. Хотя, так сказать, рядом может лежать электронный учебник. Но бумажный должен быть. Но с другой стороны... Для чего должен быть? Ну, ученик должен работать с... Вот молодой поколение, наверное, сейчас не поймет. С книжкой должен работать ученик. В любом случае это важно очень. С другой стороны, понимаете, те электронные учебники, которые были вот в тот период, может быть, сейчас они по-другому, так сказать, уже стали качествами. Они, конечно, были достаточно неудачными. То есть нужно, если вот в идее, по идее ведь как, вот ученику купили планшет, в этот планшет закачали все учебники с первого по одиннадцатый класс. И все. Но у нас стабильности нет. Учебники меняются. Поэтому вот... Что мешает закачать другой учебник? Ничего не мешает. Это же гаджет. Снова, значит, учебник надо. Но вот именно, если все знают, что будем работать по этим учебникам с первого по одиннадцатый класс, это проще. А если эти учебники будут меняться, то я сегодня закачал один, завтра другой, и в итоге у меня полная голодичья харда начинается. Так что тут есть вопросы. Ну и качество. Ведь сегодня, используя электронные вот эти все возможности, мы могли бы такой урок сделать, загляденье. Я один раз был на уроке в одном из наших школ, и учительница прекрасна, используя вот эти самые новые современные формы. Проектор. Проектор. Там электронное все. Даже до того они изучали там, по-моему, как плавят сталь. Они побывали ученики, как плавится сталь в Челябинске, на каком-то там большом металлургическом кабинете, прямо в цеху, в Мартеновской печи. Это все своими глазами. Это вот до сих пор у меня, у взрослого человека, осталось в памяти. У ребенка, наверное, тоже. Поэтому, конечно, сегодня... То есть вы это как положительный пример приводите? Конечно, конечно. Это очень важно. Подача материалов. Да. И поэтому, если учитель владеет этими всеми, так сказать, вещами, это золотой учитель сегодня. И его надо всячески поддерживать. И я вот порадовался, что продолжили вот эту работу по Центру дистанционного образования. У нас был он создан в свое время. Мы его, так сказать, развивали всячески. А сейчас, в связи с тем, что якобы заявлена на правительственном уровне цифровая школа, его сделают сегодня куратором всей той работы, которая будет проводиться. И я думаю, что у них получится это все. И это очень здорово. Анатолий Чурин, в гостях программы «Особое мнение». У нас небольшая пауза сейчас. Мы продолжим через полминуты. Особое мнение на 101FM. Колеса. Да, Анатолий Чурин, депутат УЗС, руководитель областной системы образования. С 1988 по 2015 годы заслуженный учитель РФ. Анатолий Михайлович, должно ли как-то жестко, более четко государство у нас все-таки проблему с учебниками, тему учебников как-то контролировать? Я вспоминаю просто недавно заявление министра образования и высшей науки, да? Простите. Министра просвещения. Вышая школа. Нет, Ольга Васильевна, имею в виду. Но она министр просвещения сегодня РФ. Министерство науки и высшего образования, вот так оно сейчас называется? И еще министерство просвещения есть? Нет, это два министерства разных. Министерство просвещения, это вот как раз Ольга Васильевна, министр. А. Вот она как раз заявляла по учебникам. Мол, треть учебников госэкспертизу не прошли. Госэкспертизу не прошли, но это, в общем-то, каждый год такая ситуация. Там идет борьба. Во-первых, надо понимать, что это огромный бизнес. Но это чисто коммерческое. Да, это чисто коммерческое. Они работают, так сказать, с государством, государство им платит огромные деньги. Сегодня зачастую эти учебники, так сказать, действительно пишутся случайными людьми под, не знаю, так сказать, под какие-то свои интересы. Поэтому, естественно, нужно, чтобы государство очень активно влияло на эту политику. Я тут согласен с вами. Если этого не будет, то вот это такое беспределом и продолжаться будет. А возврат в советской системе? Один предмет, один учебник на всю страну. Вот тебе единое образовательное пространство. Я бы не против, так сказать, того, что если бы действительно были такие учебники, которые можно было бы использовать в течение долгих лет, как было в советской школе. И ведь никто от этого не пострадал, кстати. И затраты государства от этого, насколько меньше. Но у нас же сегодня вот есть... Но с другой стороны, а как же плюрализм? Да, как пролезмение, как разные точки зрения. Разные точки зрения, все это. Это же все, тут игра слов. Это вот, мне кажется, мы больше себя затягиваем в какую-то такую... Денег у нас не хватает, но тем не менее мы богаты, выкидываем огромные, колоссальные суммы вот на эти вещи. То есть тут много можно говорить, но по идее стремиться к тому, чтобы ограничить этот список и ограничить количество коллективов, которые могут работать с учебниками, это, конечно, мне кажется, задача государства. Если это будет сделано, это будет во благо. В продолжении темы взаимоотношения родителей и школы, да, я как-то несколько лет назад еще спросил своего знакомого, у него ребенок пошел в первый класс как раз, и он ходил на первое родительское собрание. Потом я у него спросил, слушай, скажи, ну как там прошло, интересовался. Он одной фразой, ну что, денег хотели, что? Надо то купить, надо это купить. Вот это, конечно, это очень обидно. Когда отношения со школой превращаются вот такие чисто, дайте денег. Дайте денег, дайте денег родителей, хотя, в принципе, государство доказывает, что зачем эти деньги, все должно быть, так сказать, в пределах, но, тем не менее, каждый, там, допустим, классный руководитель, директор школы хотел бы, чтобы его дети побольше увидели, побольше поездили. Ведь раньше мы постоянно куда-то ездили, по стране ездили, в летний период, в каникулярный период, в каникулярный период. А сегодня, к сожалению, тоже ездят, но ездят за деньги, за родительские деньги, поэтому тут очень непросто. И вот это очень такая тонкая вещь, когда некоторые мне говорят так, родители, я сам принесу и скажу, вот это от меня, вот ваш там общественный фонд и так далее, школьный фонд. Классный фонд, да. Другие, к сожалению, этого сделать не могут прийти и сказать, что я вот тут, нет таких возможностей. А есть такие, кто может, но строго убежден, что у нас в Конституции написано, что у нас общее образование бесплатное, я ничего не принесу. Да, и такие есть, то же самое. Поэтому тут очень непросто все это решается, и вот это все зависит от мастерства и учителя, классного руководителя, и, конечно, директора. Я считаю, что при любых обстоятельствах никто не может навязывать свое видение того, как быть родителю в данной конкретной ситуации. То есть родитель должен решать сам. Может, может, не может, значит, никаких претензий к нему быть не может. Тем более это экстраполироваться на ребенка, но это уже последнее самое. Ну да, да. Сегодня у нас буквально час назад в гостях была Лариса Анатольевна Копысова, ваша хорошая знакомая, коллега, замглавы администрации. В частности, мы говорили про 26-ю школу в Урванцево. Она впервые распахнет свои двери 1 сентября. Там набрано 6 первых классов. Хорошо. 6 первых классов. И вообще по городу вот ходят слухи, что бум сейчас, да, рождаемости, дети пошли в первые классы. И она, вот Лариса Анатольевна сказала, максимум 7 у нас параллелей будет. И думает, это же какая загруженность педагогов. Или это мы уже все проходили, все это, все нормально, как бы, система отстроена. Это абсолютно просто нормально. Причем пусть 7 классов параллелей, это очень интересно. Нужно, чтобы учитель был в этих классах, в каждом классе был учитель, чтобы не работали не на 2 класса, а каждый вел свой коллектив. Вот это очень важно. Поэтому я считаю, что мы можем, так сказать, добиться очень хороших результатов, если будут такие же учителя, которые вот работали и работают до сих пор. Что касается, собственно, да, учителей, ну, не секрет, и чиновники об этом говорят. Учителя начальных классов у нас составляют... Дефицит. Дефицит, собственно, да, по информации, озвученной департаментом образования города Кирова, 150 у нас был недобор педагогов, и в том числе, в первую очередь, учителя начальных классов. Вот как раз Лариса Анатольевна говорила, что цифра эта подуменьшилась существенно перед первым сентября. Люди приходят, люди хотят работать учителями, и есть профориентационная работа, будут набираться педагогические классы в этом году, новые направления работы, когда девчонки, в первую очередь, да, будут агитироваться за то, чтобы... Не только девочки, и мальчишки придут. Не, ну, конечно, без мужчин в школе нельзя, ну, невозможно, конечно. Мужское и женское начало должно как-то присутствовать сбалансированно. Ну, так вот, по поводу нехватки-то педагогов. На ваш взгляд, остро очень, вот прям вот эти 150 человек. Мы на протяжении уже долгих лет говорим о том, что эта проблема уже, как говорится, не только назрела, она уже перезрела, она вот-вот упадет. И, собственно говоря, движений к тому, чтобы изменить ситуацию, пока, по сути дела, мало заметно. А что бы должно происходить? А что бы должно происходить? Вот я все время перед глазами, у меня пример тех государств, которые сегодня в лидерах. А это, прежде всего, страны Юго-Восточной Азии, это Финляндия. Так вот, финны не просто, как бы так сказать, набирают в педагогические вузы молодежь, они отбирают, причем у них такой очень строгий отбор. Не просто конкурс, а отбор. Они выставляют целое требование. То есть, вот это понятно должно быть. Молодой человек, который идет в школу, он должен знать, неплохо знать, а, может быть, даже очень хорошо, русский язык раз, родной язык, математику два. Вот без знания этих двух предметов в школе делать, собственно говоря, нечего. Надо их знать и понимать. Считать и писать. Да, считать и писать. А это очень важно, кстати, мыслить соответствующим образом. Ну и дальше отбор идет после школы, отбирают тех, кто лучше. Вот всего приглашают в вузы в Финляндии, например, одного из десяти выпускников, на педагогическую специальность, занявших первые вот эти места в рейтинге, в классе одного из десяти. То есть, затем идет в вуз, затем еще отбор идет в вузе в самом, там экзамены идут, и только после этого, так сказать, они попадают учиться на учителя, на педагога. Но после окончания вуза в течение трех лет директор школы имеет право, если молодой специалист приходит и не показывает то, что он должен делать, его без всякого, без всяких, так сказать, формальностей, просто увольняет и все. И с ним разрывается контракт. Что-то мне подсказывает, что это редко, наверное, происходит. Ну почему редко? Потому что сквозь годы пройти такой отбор. Ну и что и бывает. И решив, и твердо уяснив себе, что ты будущий педагог, и всю жизнь. И у человека не получилось. Но у них такое право есть. Я не знаю, как они пользуются, но право есть такое. И тогда финские учителя стали сегодня одним из лучших в мире. И это то же самое и у нас, ведь в свое время так же было. Мы тоже отбирали вот эти педагогические классы от ничто иное, как отбор, ведь только формула другая. У нас было... Это прежний опыт. Да, это школа была молодого учителя в Кировском педагогическом институте. Там тоже, так сказать, набирали большое количество ребят. С ними в течение года занимались. Из них лучших отбирали. Вот сейчас я услышал разговор, когда сдавали даже экзамены. Только после этого им давали карт-бланш на поступление. То есть все это было. Это все было и должно быть. И сегодня, может быть, формы могут быть какие-то другие и иные. Но, по сути дела, мы должны отбирать лучших из лучших. Тогда, если будет хороший учитель, значит, будет хорошая школа. Не будет учителя, извините, ничего не получится. Так что вот здесь... Ну, а, конечно, возникает сразу вопрос. А где их хороших взять, если, так сказать, сегодня в условиях школы молодежь, она не заинтересована там работать, потому что низкая заработная плата, условий нет никаких, продвижения и так далее. Поэтому надо, конечно, стремиться к тому, чтобы государство все же озаботилось вот этой проблемой и, наконец-то, решили вещи. Вот сегодня у нас даже здесь, в Кировской области, посмотрите, что происходит. Мы с ноября месяца вместе с профсоюзами решали вопрос о том, чтобы повысить ставку учителя нашей в Кировской области. Ставка была 6700 рублей. С 1 мая... Это фиксировано? Фиксировано, да. Это вот без доплат, без всего. 6700, ну, а от этой ставки все, как бы, соответственно, накручивалось. Но сегодня, с 1 мая, уже минималка стала 11 163 рубля. Получалось, что учитель получает меньше минимума. Это уже... Это вообще... Не так, как все, ниже, собственно. Ну, да, ниже нижнего предела, как говорится, да. Это унизительно, конечно. Да. И меня, конечно, поразило больше всего, что вместо того, чтобы нам помогать, нас поддерживать при очень большой заинтересованности губернатора, министерство наше вообще опустило руки, ничего не сделало. И я вот просто-напросто могу сказать сегодня на всю область, что 8 месяцев мы решали этот вопрос, и самые последние буквально дни июня месяца этот вопрос решился. То есть нужно было подготовить соответствующие документы. Но и то же сделали, что? Мы добивались того, чтобы за оплату классного руководства, оплату проверки тетради и так, другие-другие там доплаты, они были фиксированными. Сегодня, тем не менее, министерство протащило такую формулировку там до 15%, до 10%, до 5%. То есть на усмотрение опять кого? Директора школы. То есть директор может установить там до 15%, до 10%. А почему не 15? Вот тогда. И поэтому это тоже несправедливо. Должны быть мы понимать, если мы проверяем тетради, то мы должны проверять все их качественно и единая оплата для всех. Ну почему? То есть вот это сегодня задача. Сегодня вот встает вопрос о том, чтобы нужно решать вопрос с детскими садами. Там ставка вообще просто называть не хочется даже. И ставка преподавателей в техникумах. Она 4 тысячи с чем-то рублей всего. Ну как можно? Надо решать этот вопрос быстро. Сейчас формируется бюджет. Нужно, собственно говоря, готовить все расчеты. Запрашивать соответствующие средства. Это задача министерства. Это не чья-нибудь задача. Они должны пробивать, ходить, добиваться. Потому что за спиной министерства стоят тысячи и тысячи коллективов. И они, эти коллективы, ждут поддержки. А не просто, так сказать, отмахиваться от их проблем. Нет денег, мы не можем и так далее. Это не серьезный разговор. Ну и все-таки с 1 сентября фиксированная часть у нас переравнена. 11 тысяч 163 рубля. Плюс, значит, вот все эти доплаты. Значит, и я думаю, что средняя заработная плата, она где-то там, министерство финансов добавило средств. И в любом случае... В областном бюджете. Да, в областном бюджете. В любом случае, заработная плата немножечко подрастет. Ну, говорят, там где-то процентов 6-7, не больше. То есть, это хотя бы какой-то шаг, но вперед. Останавливаться нельзя ни в коем случае. И надо двигаться и добиваться решать эти вопросы. Раньше, когда вот зарплату не выплачивали, я помню, мы посылали шифрованные телеграммы на президента. Лишь бы только, так сказать... Шифрованные. Да. По защищенным каналам. По защищенным каналам и все прочее. Так что эти вопросы должны решаться смело. А, кстати, Анатолий Михайлович, на ваш взгляд, адекватная зарплата учителя сейчас в Кировской области, по официальным данным, она порядка 25 тысяч рублей в месяц. А вот вы считаете, какая сумма была бы... Адекватная зарплата? Да, приемлемая. Не меньше 40 тысяч рублей. Не менее 40. Это в среднем? Ну, как в среднем? Или чтобы каждый получал? Это каждый не менее 40 учитель должен получать. А в среднем она может быть гораздо больше. Но если мы сегодня видим, что в Москве на 80-90 тысяч средняя заработная плата, ну, хорошо, у нас сегодня другая ситуация. И в том числе вы имеете в виду молодых педагогов? Конечно, конечно. Пришел в школу, получая не менее 40 тысяч. Да, поэтому мы добивались вот при этих всех разборках, добивались чего? Чтобы ставка молодого человека, который пришел работать в школу, была сразу же не менее 15-16 тысяч рублей. То есть от этой ставки он должен что-то иметь. А иначе он голый придет. Ну, что, у него ничего нет. Поэтому здесь очень серьезный вопрос. Поэтому мы рады, что все же эта подвижка произошла. Теперь нужно добиваться, уравнять все проблемы с детскими садами. Давайте сейчас о дальнейших шагах. Мы уже по, собственно, довольствию денежного педагога говорим после небольшой рекламы. Анатолий Чурин, депутат УЗС, руководитель областной системы образования. На протяжении почти 30 лет заслуженного учителя России вернемся очень скоро. Особое мнение на 101FM. Особое мнение Анатолия Чурина. Мы продолжаем. Итак, Анатолий Михайлович, что дальше? Что вот приравняли фиксированную часть учительской зарплаты к МРОД? Что дальше, на ваш взгляд, должно происходить дальше? На мой взгляд, дальше мы должны подтянуть заработную плату всех дошкольников, тех, кто работает у нас в техникумах, и двигаться дальше. Вообще задача состоит в одном. Сегодня, если уж говорить в целом, та система, которая сложилась с заработной платой, когда каждый регион, по сути дела, имеет собственную заработную плату, потолок этой заработной платы, ну вот у нас где-то 24 тысячи рублей, грубо говоря, то в прошлом году еще, нет, еще в 16-м году правительственная комиссия вместе с профсоюзами решили, что нужно, чтобы оклад, то есть постоянная часть заработной платы была не менее 70% от общей заработной платы. То есть если вот 24 тысячи, 70% это где-то порядка, ну, 16 тысяч как раз и получается, да? То есть это должен быть постоянный оклад. Все остальное идти на доплаты, стимулирование труда учителя, поддержка его. Вот, и поэтому надо наращивать, конечно, среднюю заработную плату и подтягивать оклад учителя, чтобы от этого оклада у него дальше нарастала в целом его конкретная заработная плата. То есть вот к этому надо стремиться сегодня. И я думаю, что тут без участия нашего государства... Причем как можно быстрее. Да, причем как можно быстрее. Причем надо, чтобы здесь очень активную роль сыграло само государство. То есть регионы сегодня, они не имеют, не все, конечно, может быть, регионы, я говорю только вот конкретно, если опираясь на свою область, то здесь денег искать сложно, но надо, чтобы здесь федерация помогала, поддерживала и подставляла плечо вот в этом очень непростом вопросе. Если это будет сделано, то тогда постепенно можно решать и другие вопросы. Пока этого нет, значит, тут ведь много вопросов. Тут надо решать вопрос с жильем для учителя. Нужно давать льготную ипотеку сегодня и так далее, и так далее. То есть одно тянет за другим. Но пока нет заработной платы, никакой ипотеки, там ничего... Чем платить-то, собственно, да? Да, поэтому и разговоров никаких не может быть. И молодой человек, который понимает, что придя в школу, у него будущее, по сути дела, не предвидится, он, конечно, подумает 10 раз, прежде чем перешагнет этот порог учитель. Ну, конечно, да, несмотря на это, все равно есть энтузиасты. Есть, конечно, и в основном, понимаете... Из учительских семей, да, когда есть династия учительская. И вот как показывают все исследования, заработная плата не самое главное условие. Самое главное условие для учителя – это постоянно совершенствовать уровень своей квалификации. Вот это самое главное. Если учитель чувствует себя квалифицированным, востребованным, это для него важнее, пожалуй, даже, чем иметь сегодня какой-то потолок в заработной плате. Но ведь это тоже, без этого не обойтись. Поэтому тут нельзя противопоставлять две вещи. Но я понимаю учительскую природу, когда ты готов, когда ты идешь к ребятам, отдаешь все, что ты имеешь, это очень важно. Кстати, система повышения квалификации педагогических кадров, она у нас работает в области? По-прежнему как вы оцениваете ее деятельность? Очень сложно оценивать. Есть институт. Там сколько? Раз в пять лет, да, должны? Ну, раз в пять лет повышаться квалификации. Учителя, да, хотя должны проходить, собственно. Повышение квалификации должно проходить и так далее, и так далее. То есть, но вместе с этим и должен рост быть, то есть учитель должен получать какое-то профессиональное признание. То есть это должно закрепляться. Вот раньше был учитель-методист. Это получал человек уже такой, значит, очень серьезно подготовленный. Ему за это, соответственно, следовала доплата и так далее, и так далее. То есть и сейчас эти есть вещи. Старший учитель, учитель первой категории и так далее, высшей категории, первой и высшей категории. Но, к сожалению, в оплате труда это сказывается не очень заметно, а надо бы наоборот. То есть люди задаются вопросом, а для чего все это, если я, собственно, вытрудник ничего не получаю в материальном положении. Стараясь, да, кроме своего удовлетворения личного, я остальное, как бы так сказать, особо не вижу. Да, что касается методической работы, методических центров создания в области, о которых вы часто говорите. Их надо создавать, но, к сожалению, я не знаю сейчас. Это все как-то... Все стоит на месте. Идут разговоры, но, по крайней мере, такого реального я пока не... Вкратце озвучите планы, что вы предлагаете. Еще раз вы говорили об этом, но еще раз напомните. Но здесь связано все с управлением. У нас в области была система управления по округам. То есть было 8 образовательных округов. В каждом образовательном округе было управление как подразделение департамента. И то есть департамент как бы пришел, он не здесь сидит в области, в областном центре, он пришел на место. И все вопросы уполномоченным решать вот это управление округа. И мы предлагали и говорили о том, что давайте мы сразу же двинем туда и методическую службу. Те методические кабинеты, которые существуют в районах сегодня, они не в состоянии сегодня справиться с тем объемом задач, которые сегодня должны они решать. Потому что в этих методических кабинетах 1, 2, 3, ну несколько еще больше специалистов. А нужно, чтобы были предметники, методисты по каждому предмету, по каждой предметной области. Вот тогда они вправе будут и могут решать эти вопросы, помогая учителям передавать тот опыт, который они аккумулируют. То есть что, дополнительные ставки должны выделяться? Да, дополнительных ставок не надо, потому что надо просто переформатировать всю эту службу, уйти от этих районных методических кабинетов, создать методические центры при округах, которых осталось сегодня всем, к сожалению, непонятно почему. Какой ликвидировали? Городской, центральный, извините. Центральный? Да, ликвидировали, и вот это самое, и все это встанет на свои места сразу же, потому что растет количество государственных школ, с ними тоже ведь надо работать. Это ведь, это не просто так вот, там, декларировать что-то, надо постоянно поддерживать тесные очень взаимоотношения. Ну, государственные школы, мы имеем в виду школы, находящиеся в областном подчинении непосредственно, да? Да, да, да. И с 1 сентября вот у них еще это пополнится список этих школ? Ну, пополнится, нет, не с 1 сентября, а еще пропустил. Ну, вот я тоже эту информацию видел несколько месяцев назад, когда о планах читал. Ну, да, там они двигают дальше, но пока, так сказать, количество вот с 1 января их стало на 29 больше, было 16, стало на 29 больше. А сейчас, я не знаю, наверное, с нового года, а не хотя с финансового года, поэтому тут пойдет, как эта работа. Две минуты остается, Анатолий Михайлович. Вот опять же вернуться хотел к словам министра Ольги Васильевой. О приоритетных задачах российского образования я прочитал и что-то как-то резонуло, знаете ли. Создать систему образования, достойную войти в десятку лучших в мире. Вот сейчас разрабатывается, так называемый, национальный план развития образования России, национальный план. Вот надо будет посмотреть, что планируется. Это на основе указов президента? Ну да, вот этого майского указа. Если ничего не будет предпринято в отношении учительства, вот вся история образования, вся история школы, она свидетельствует о том, что самая главная фигура, это, конечно, учитель. Каков учитель, такова и школа, таково образование. Если ничего к этому, не приложить никаких усилий, ничего не поменяешь. Поэтому надо сегодня сосредоточить все усилия для того, чтобы изменить положение учительства, готовить учителей на самом высшем уровне. И освободить школьников от разного рода наносных программ, всякого ненужного хлама, который натащили в последние годы. Ученик должен быть не перегружен, а разгружен для того, чтобы изучать то, что потребуется в жизни, а не всякую, извините, билиберту. Ну, согласитесь, помятуя о прошлых временах, в десятку лучших, это как-то обидно. Это очень скромно, это очень, так сказать, как-то так, это отступить сразу неизвестно куда, это, как говорили в свое время, не орел ты, так и здесь вот получается. Да, простите, еще как историк-историка, историю надо возвращать в качестве обязательного, то есть надо вводить в качестве обязательного предмета в ЕГЭ. Конечно, конечно. Я думаю, что нужно отказаться от иностранного языка, а ввести другие предметы, в том числе я бы не против был истории. Потому что историю нужно знать, ее нужно понимать, ее чувствовать надо, а сегодня это просто... Еще раз повторюсь, планы в 2020 году у нас включить в программу ЕГЭ как раз и историю в качестве обязательного экзамена наряду с русскими математиками. Вот сейчас они готовят эти все новые стандарты общего образования, посмотрим, что будет. Вот на ваш взгляд, все-таки, последний вопрос успеваю задавать, то, с чего начинал я говорить, у нас все время какие-то новшества, новшества с началом учебного года. Когда мы вот устаканимся, то уже... Понимаете... Или никогда не устаканимся. Приходит новый министр и ищет что-то новое. А я бы на месте вот этого нового министра посмотрел, а что было до меня. И что работает. То есть надо провести большую-большую ревизию. Так госпожа Васильевна человек-то ведь опытная. Ну, она опытная. Поработала. История, кстати, тоже. Ну, что она ведь не работала, так сказать, в образовании, там, так, в снизовых структурах. Надо бы изучить вообще, что работает. Ведь за эти годы 30 лет. Напринимали столько всего, что уже надо от чего-то освобождаться. Поэтому надо бы провести хорошую ревизию. Часть того, что не используется, убрать. А оставить все то, что хорошее. И на основе этого, учитывая опыт прошлого, прошлых лет, как бы так сказать, прошлых эпох, и стремиться сделать ту школу, которая нужна нам сегодня. Нам, не там, которая на Западе, а нам, россиянам. Спасибо. Завершается программа «Особое мнение». Анатолий Ичурин, всего доброго. Еще раз с началом учебного года. Спасибо. Я от всей души поздравляю всех учителей, которые пришли и придут сегодня в школы. До свидания.